Александр Севастьянов – начальник одной из станций Курского региона. Мужчина всегда находит время, чтобы принять участие в спортивных мероприятиях. На патриотическом велопробеге он тоже не в первый раз. Объявлен у нас сбор, все приезжают, сколько народу соберется, и уже пойдет велопробег и авто. Будет возложение, то есть цветы и венки. Отдать дань памяти к 9 мая, то есть и по этому маршруту поедет полностью вся колонна. Отдать дань памяти тем, кто ценой собственной жизни боролся за победу – большая честь для всех работников Московской железной дороги. В годы Великой Отечественной войны железнодорожники внесли неоценимый вклад в победу. Перевозили раненых, доставляли боеприпасы к линии фронта, эвакуировали мирных жителей. Мы с гордостью говорим, что мы ветераны наши. Это то ядро, которое всегда на первом месте. Дорогие ветераны, хочу вас доверить и сказать, что наша молодежь сегодня достойно несет те традиции, которые вы передали и передаете. В честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в здании железнодорожного вокзала прошел праздничный концерт. Выступал Духовой оркестр, а также наши известные вокалисты. Как мы знаем, Духовая музыка – это та музыка, которая помогала и помогает нашим защитникам, то есть нашим воинам, помогает поднимать дух, верить в победу, придает силы и уверенности в завтрашнем дне. Ни одного из зрителей концерт равнодушным не оставил. Программа состояла как из любимых военных песен, так и современных композиций. Мне понравилась очень песня «Кокуш». Мне понравилось «Прощение славянки». Мне понравилось. Без концерта мне понравился. Полина его проплакала. А потом я радовала жизни. В конце выступления всем зрителям раздали открытки и георгиевские ленты. Кристина Леонова, Ксения Дегтярева, Роман Федорков. События дня.